Эх, убежали. Рад приветствовать всех телезрителей и радиоуслушателей. С вами Бутылкус. Буквально дня 4 назад я записал видеоролик о... В общем-то, этот ролик. Но в итоге я понял, что гораздо разумнее будет его нафиг переснять. Просто потому, что получилось как-то очень длинно и очень на самом деле скучно. Поэтому я так переосмыслил, более-менее сценарий в голове перекидал. Поэтому будет покороче и попроще и попонятнее. Значит, ролик будет состоять из трёх частей. Первая часть – это организационные моменты. Потому что, собственно, я практически закончил... Ну, не практически, а закончил оформление всей документации радиолюбительской. Сейчас я об этом расскажу. Это в самом начале. Затем я проведу радиосвязь на антенну, которую я сейчас подключил, настроил. Но не совсем так, как хотелось бы. Соответственно, в середине ролика будем антенну перевешивать. Но сейчас за окном ночь, холодно, снежок ещё наконец-то начал сыпать. У нас не было снега. И, соответственно, я вот ночью лазил сейчас, перекидывал антенну. Получилось не очень удачно. Все пальцы отморозил. Проблематично это делать. Всё-таки, сами понимаете, на дерево антенна заброшена. И, соответственно, ветер, ночь и так тяжело. И мелкая работа, верёвочки перевязывать, это тяжело. Я попал в резонанс антенны 3.717.5 где-то. Я вот тут рассчитывал у себя. Вот. Значит, у меня тут в питоне, в консоли по-быстрому прикидывал. 3.717.5 где-то так, где-то так антенна попала. Я ещё вот в том ролике, который снял, значит, показывал, как я измерял, собственно, резонанс антенны. Вон там у меня лежит прибор. Я так и не дождался до сих пор. Удивительно. Я до сих пор не дождался прибора с Алиэкспресса. Ну, оно, наверное, самый простой, самый дешёвый. Но его достаточно, более чем достаточно для радиолюбительских целей. Он, конечно, не очень удобный. Но вот когда вы его достаёте там раз в год, какую-то новую антенну повесить или там старую как-то отрегулировать. Его вот так. Вот. Ну, ладно. Обо всём по порядку. Итак, господа, получил я позывной. Радио 3 Павел Люба Николай. R3 PLM. Соответственно, зарегистрировался везде, где только можно. Где нельзя. Вот. Некоторые, к сожалению, онлайн-журналы. Причём довольно популярные. Типа AEQSL. CC. Китайцы. Наверное. Фиг его знает. Требуют платы. Некоторые бесплатные. Но вот мне больше всего понравился Hemlog Online. Поэтому всех радиолюбителей, которые подписаны на канал и довольно давно пользуются разными сервисами аппаратных журналов, то, пожалуйста, напишите в комментариях, какой аппаратный журнал вы считаете как-то наиболее приемлемым. Желательно, конечно, браузерный или тот, у которого есть полноценный и вменяемый клиент под Linux. Потому что не хочу я оставить Windows только ради этого. Вот. Значит, получил я позывной из ГРЧЦ, государственный радиочастотный центр. Пришло мне электронное письмо. Это вот был тот второй шаг, который необходимо сделать. После сдачи экзамена мы отправляем документы в радиочастотный центр для образования позывного. Позывной был образован. В электронном виде выдается вот такой вот документ, в котором на трех языках, даже на четырех, немецкий, французский, английский и русский, на четырех языках выдается сертификат, в моем случае СЕПТ, то есть вторая категория. Вот. Выдается международный сертификат, подписанный электронной подписью начальника управления РЧАС Строганов. Александр Сергеевич. Вот. Тут в электронной подписи есть. Александр Сергеевич Строганов подписал. Вот. В общем, выдается вот такой вот документ в электронном виде. Я его распечатал просто для того, чтобы сделать третий шаг. Так вот, третий шаг. Третий шаг, господа, это... Я понимаю, что на Ютубе и в интернете это прикольно будет звучать. Это Роскомнадзор. Третий шаг, это Роскомнадзор, да. Ну, как он правильно называется? Федеральная служба по надзору за что-то там связи, радио... связи массовым коммуникациям, что-то такое. В общем, Роскомнадзор. Значит, необходимо заполнить два документа. Первый документ это заявление такое же, в принципе, оно стандартное. Но там уже есть много нюансов технических. Включая точное, точное, это важно. Точное место установки аппаратуры по координатам. Там точность должна быть до секунды. Причем требует заполнять именно вот в... как это, в угловых... в угловых минутах, секундах и так далее. То есть, понимаете, да? Вы не можете указать там десятичные, там, с точностью до десятитысячные градуса. Вам нужно указать минуты и секунды. В обязательном порядке. То есть, ну, найдете конвертер какой-нибудь. Ну, или есть... Я на МК-52 это делал. Вот. Есть программа стандартная. Вот такая вот гео чего-то там. Есть такая штука. Вводим десятичные градусы. И он пересчитывает это все в минуты и секунды. Вот. Значит, вплоть до этого. Это все указывается только в заявлении. А к заявлению в обязательном порядке прилагается документ технические характеристики. Это таблица, состоящая из, там, по-моему, двадцать строк. Вот. В которых указывается полностью вся подноготная вашего оборудования. Поляризация антенны. Тип антенны. Опять же, место установки. Подводимая мощность. Виды излучения. То есть, если вы указываете там SSB, соответственно, надо указать это SSB, соответственно, USB, LSB. Вы указываете CV, CV, CW, ну, марзянка, да. Вы указываете AM, FM, если есть. Цифровые виды, соответственно, тоже указываете их. Потому что вот Роскомнадзор требует именно этого. Соответственно, обязательно, если у вас вот так, как у меня БУ, древненький такой, с трансивер, ICOM 707, вы его видели. Вот. Значит, обязательно. Находите документацию. Указывайте абсолютно всё. Причём, указание видов излучения должно быть по какому-то там новому стандарту. Я в них не очень разбираюсь. То есть, у меня было указано что-то типа... Ну, вот там не SSB, CV, AM, FM, да. А указывается что-то там A3A, F3E, вот такое вот. Ну, и, соответственно, полностью все диапазоны частот, которые он работает. То есть, у меня эта таблица, получается, растянулась вообще на два листа. Не влезает. Вот. Потому что трансивер мощный. Он, оказывается, раскрытый. Я могу передавать всё везде. От там 1,6 до почти 30 МГц. Но я и, разумеется, этого не делаю. Я официально зарегистрированный радиолюбитель. За мной следят. Вот. И, соответственно, заявление. Технические характеристики. И очень желательно, потому что меня сразу попросили, очень желательно указать ИНН. Я хитрый. Я знал. Вот это было в радиочастотном центре. Там запрашивают ИНН. Это нужно для того, чтобы гораздо быстрее было искать людей. Потому что ИНН это, ну, как номер паспорта там, да, с числом. Только он не меняется никогда. И, соответственно, человек найти в электронных базах гораздо проще по ИНН. У вас может поменяться с НИЛС. У вас может поменяться что угодно. Фамилия, там, прописка, прочее. Но ИНН всегда будет тот же. Ну, если вы, конечно, не перерегистрируетесь там резидентом. Чёрт знает куда. Вот. Поэтому я на всякий случай сразу снял копию ИНН. Приложите это. Пусть будет третья бумажка. На всякий случай. Я вот несколько экземпляров распечатывал. Ещё и выписки. Ну, как это? Не выписки, а электронную копию свидетельства об образовании позывного сигнала. Это тоже приложите. Лишним не будет. И дополнительно, конечно, ещё желательно ещё и СНИЛС тоже отксерокопировать. И тоже отправить. Потому что по СНИЛСу могут поискать. Это просто будет быстрее. Вот. К сожалению, Роскомнадзор работает очень странно через госуслуги. То есть, в любом случае, вам придётся лично идти в отделение. Но хорошо. Роскомнадзор есть во всех областях. То есть, проблем не будет. Если вы довольно близко к своему областному, краевому, республиканскому центру живёте, проблем не возникнет. Просто придёте, отдадите в соответствующий отдел. Вот. У меня на вахте просто... Я позвонил сразу. Мне сказали, просто оставьте на вахте документы, пачку. Всё. Ну, я пришёл, там охранница вахтёра, она сказала, сейчас, две секунды, я позову, там разберётесь. Всё. И вот человек сразу сказал, ага, да, 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 всё, здесь всё нормально, здесь всё нормально, здесь всё нормально. Во, ИН есть какой-то молодец. Всё, спасибо. И, соответственно, ответ придёт уже не в электронном виде, а в виде бумажном. Есть в заявлении, там, строчка «Прошу заламинировать или не ламинировать», и придёт с заказным письмом по почте. То есть, уже полностью набор документов будет заламинированный. Вот. Такие дела. И вот после этого уже можно считать, что всё состоялось. Ну, у меня всё уже, собственно, исполнено. Я просто жду письма. Вот. Когда придёт, так и придёт. Ну, и хорошо. Вот так. То есть, вообще-вообще, вся процедура детально очень хорошо. И это важно. Скриншот я вот добавлю вот-вот-вот куда, как я сижу-то. Вот здесь вот. Обратите внимание, какой файловый менеджер. В общем, на сайте «Союза радиолюбителей» очень хорошо эта процедура описана. В общем-то, она описывает то, что я сейчас и сказал. Вот. Очень хорошо описано. То есть, если вы не знаете, что и как делается, там всё подробно, вплоть до скриншотов поэтапно, включая даже стрелочки «Куда нажать». То есть, вообще для тупых. Вот. Ну, и, соответственно, переходим уже к более интересной части. Антенна. Антенну я натянул на дереве. Перетянул, точнее. Она у меня неделю провисела. И я решил её перевесить. Перевесить я её решил. Почему? Низковатого. У меня лэп, как я уже говорил, вот у меня прямо вот-вот он. Прямо за окном, там в пяти метрах от дома, стоит опора. На опоре на дом, на нашей, вот на соседней, то есть, ну вот так с одной опорой два дома запитаны, получается. Проходит 220 вольт линия электропередачи. Она длинная. И, соответственно, она очень серьёзное влияние оказывает на антенны. На антеннофидерные устройства. Не потому, что там ток, там всё такое. Нет. А просто потому, что это длинная железная конструкция всего-навсего. Двухпроводная. Соответственно, такие дела. И антенна у меня была сначала подвешена даже ниже, чем сами провода. И получается, что у меня и от земли отражается, и от лэп. И получается, диаграмма направленности, ну, просто какая-то вот... Даже рассчитывать её нет смысла. Потому что, ну, для восьмидесятки у меня высота подвеса была, ну, метра три. Вот. Ни о чём. Сейчас средняя точка диполя у меня подвешена, ну, метра на четыре, наверное, с чем-то. Но об этом чуть попозже, утром, я ещё досниму фрагменты. И посмотрим уже в точности, я там как-нибудь намерюсь, чтобы понять, где у меня центр. Как-нибудь придумаю, как замерить по фидру. Антенна настроена в резонанс на, ну, в среднем, там, 3717. В нижнюю часть диапазона я даже не ещё голосового. То есть, вот где-то вот 3630 слышно радиолюбителей. Но передавать я туда не могу. Не могу. Потому что в транссивер летит отражёнка бешеная. Удлинённый, электрически удлинённый, физически укороченный диполь с удлиняющими катушками имеет очень узкую полосу по КСВ. То есть, надо понимать, вот, и всё. Я так прикидывал, полоса пропускания составляет, ну, более-менее, когда транссивер отдаёт, вот, вроде бы, всю мощность отражёнки, ну, немного. Я так подозреваю, что где-то, ну, наверное, там, до полутора, может быть, до двух. В принципе, нормально можно работать, но вот без фанатизма. Где-то, наверное, 30, там, 40, наверное, где-то, килогерц. То есть, надо понимать, да, если я хочу перейти на 3700 с лишним, мне надо укорачивать антенну, вот, там, по 5 сантиметров, грубо говоря. Если я хочу вернуться с 3700 на 3600 обратно, мне надо снова её удлинять обратно на эти 5 сантиметров. Ну, в принципе, ничего сложного в этом нет. Я сделал просто, вот, я покажу это, как сделано. Вот, возможность удлинить, укоротить антенну. Ничего сложного нет, но зимой этого делать не хочется. Я выберу рано или поздно себе, вот, какую-то часть диапазона, 80-ки, на которой мне больше будет нравиться работать. От себя, вот, по радионаблюдению могу сказать следующую картину. В принципе, очень много, очень много радиолюбителей работает в диапазоне где-то, я имею в виду, не уже общий диапазон, она, часть диапазона, работает где-то от 3630 и до 3700. Вот, то есть, мне бы, в принципе, хотелось бы туда попасть, но при этом, при этом, диапазон 3700-3800, он чище. Ну, в смысле, там не так много радиолюбителей. Сегодня я повызывал, вот, после того, как перевесил, дал общий вызов, там, в течение 10 минут мне, вот, ответили 4. 4 человека пообщались хорошо и из Тулы, и из Украины, из Харькова. Хорошо работает антенна, мощность отдаёт, отмечают очень хорошее качество модуляции. Микрофон электретный, родной, вот, от Айкома, ничего с ним не делалось, я не знал, в каком он состоянии, но вот, хорошо, когда дают обратную связь, вот, дают, соответственно, информацию, какая у вас приятная модуляция, прям хорошо звучит голос, вот. Вот, связано это с тем, что трансивер, ну, блин, полностью аналоговый. Ну, конечно, исключая, вот, мелкую, там, мелочёвку, там, на индикатор, на валкодер, там, на все кнопочки, вот. Ну, это такое, это чисто управление, оно, да, оно уже цифровое. А так, в основном, аппарат аналоговый, полностью, практически. Вот, и, соответственно, очень приятное качество модуляции отмечают, говорят, что всё здорово, самая лучшая оценка, которую мне дали, это 5,20, 5,9,20, то есть, это очень хорошо, превышение уровня сигнала над S9, плюс 20 дБ, это здорово. То есть, меня очень хорошо услышали, получается, вот, как раз в Харькове сегодня, меня очень хорошо услышали, это здорово, до Харькова, так, на глаз, километров, от 700 до 900, точно не скажу, ну, плюс-минус, вот. То есть, до 1000 километров, то есть, без проблем, без проблем. Я связывался, ещё не перевесив антенну на более низко висящую антенну, я связывался очень хорошо с Краснодаром. Самая дальняя связь оказалась на 20-ке, сложно сказать, ну, в общем, с Орском, Оренбургская губерния, прикиньте, Оренбург, Урал, удивительно. То есть, удалось выстрелить там на 2000 километров, причём, она находила, корреспондент находился в мёртвой зоне. Если кто-то не помнит, я поясню, у меня окно смотрит, ну, почти строго на восток. И вот как раз от окна и до дерева напрямую на восток возвышается дипль. Получается, он как зенитная пушка, да, смотрит вот как раз туда, на Оренбург. Вот. И где-то, получается, ну, 90-90... 85-90, вот где-то так, 85-90 градусов, если рисовать, да. То есть, на 3 часа, получается, антенна смотрит, и это её мёртвая зона. Но Орск от меня находится где-то 94-95 градусов. То есть, понимаете, да, практически в мёртвой зоне. Там вот столечко разницы. Практически в мёртвой зоне, но, удивительно, удалось прям дострелить великолепно. Потрясающе. Ну и давайте поработаем немножечко в эфире. 80 метров, второй час ночи по Москве. Попробуем поработать. У нас 4 любого радио. По-моему, так я записал. ЛРМ, я с ним уже связывался. Олег из Харькова. С ним я уже разговаривал. Здравствуйте, Олег. Сейчас его будет хорошо слышно. Вот. Люба радио Миша. ЛРМ. Он у меня есть. Да, вот смотрите. Очень хорошо, Олег. Пока идёт. Вот такой вот у меня аппаратный журнал. Весь уже исписанный. С кем удаётся связаться. Во. Вот так. Достаточно много было к ЮИСО. И, соответственно... Попробуем связаться. Олег, всё. Вопросов нет. Спасибо. 73. Пока-пока. И, Майкл, в прочем, Виталий, пожалуйста. Да. Спасибо. 73. До связи. Так. Олег, вы в руки побудете, да, прием? Да-да. А то я думаю, чтобы не задерживать. Подключаю. Думаю, надо мабель или не надо. Хорошо. Давайте поработаем. Ну, украинцы собрались. Давайте попробуем. Радио 3. Павел, Люба, Николай. О, меня услышали. И с Александром мы связывались. Сегодня. И вот я проведу повторное к ЮИСО с Александром. И в руках не проведёт. Роману Тройка, Щука, Мария, Ёб, Ульяна, Роман Тройка, Леонид, Борисан. Несколько минут назад к ЮИСО у нас было громко, качественно, ничего не поменялось. Привет. Скучают просто люди. Скучают ночь. Ну, с Александром поговорился. Тёплая, дружеская атмосфера. У Р-4 тоже Харьков, Украина. Ровно, Александр, Бутрулиновка. Я по этому состоянию подошёл. Так что не обижайтесь. 5-9 ровно, Сашков, Бутрулиновка. Миш, приём. Да, Овей, Овей. Меня не дошло. Вот такие дела. Ну что, давайте тогда повыше. Да. Спасибо. У Р-4, Илона Тройка, Щука, Илона, Крапки, Ульяна, Роман. Ой, клядем твоей самой группы. Радио. Добра вам, здорово, Александр. 7-3, пока. И сразу слышу. Последняя лидера в позывном. Николай. Ещё раз позывной. Приём. Радио 3. Павел, Люба, Николай. Так. Павел, Люба, Николай. Отлично. Роман Тройка. Павел, Люба, Николай. Ульяна, Роман Тройка. Леонид, Твориса. На пятёрка, девятка. Небольшой плюс есть. Зовут меня Виталий. Даже с плюсами. На второй городе Копенский. Приём. Да, Виталий, доброй ночи, доброй ночи. Меня зовут Алексей, Тульская область. Принимаю вас и группу 5.9 с небольшими плюсами. На приёме. Да, Алексей, принято. Вот область я прощёлкал. 5.9 с маленькими, небольшими плюсами принято. Подтверждаю. Ну, аналогичный аэропорт. Вот, Кюрем тут подмешивает. Это у меня плюс 8 дБ в данный момент. Уровень шума резко и гамма, и скворчание. Алексей, есть ещё станция со мной в группе. Послушайте её, пожалуйста. Олег, вам микрофон. Да, Алексей, доброй ночи. Вы общительные, убородительный шланг. 5.8, Олег, Харьков. 5.8, Олег, Харьков. Да, Олег, доброй ночи, доброй ночи. Буквально час назад с вами связывались. Вот, перевесил я свою антенну, и теперь вот немножко повторяю работу. Добрый вечер, добрый вечер. Всё по-прежнему хорошо. 5.9, вас прекрасно принимаю. На приёме. Спасибо. Вопросов нету, мой физище. Да, спасибо. Роман Тройка, Павел Леонид Николаев. Леонид Роман Тройка, Леонид Борис, Санна и группа Личей. Спасибо. Спасибо за это, добра, вам здоровья пожелаю. И 73, пока. Да, самые тёплые пожелания всем участникам группы. 73, 73. Ну вот, то есть удалось провести QSO ниже частоты резонанса, максимум отдачи у меня было, получается, выкручена мощность поменьше, там, ватт на 75, где-то так. Антенна передавала примерно 30 ватт. Во всяком случае, по встроенному ваттметру на индикаторе, я вот смотрю, там, где-то ватт 30, ну, максимум 40 был. Вот, это из-за отражёнки, соответственно, она отражается от симметрирующего устройства, бежит обратно по фидеру. И, получается, они в противофазе исходящие и входящие сигналы гасят друг друга. Вот, если исходящий будет меньше, чем входящий, ну, или хотя бы... Ну, вообще, он должен быть равен, то есть ток должен бежать туда-сюда, туда-сюда равный, тогда идеальное согласование. Если слишком большое раз согласование возникает, то обратная волна, так называемая стоячая волна, типа, ну, условно, застрявшая в фидере, в антенне мощность, она вся полетит обратно на выходной транзистор. И выходной транзистор трансивера делает... Вот этот... У меня спрашивали, где он? Ну, вот он, вот он, QRP-Pixi. Никуда не делся, вот он он. Я его перепаивал, тут не очень хорошо будет видно. Да, совсем не видно даже, да? Попробуем подсветить. Видите, видно, вот на высоте больший вот транзистор торчит длинными ногами, вот он, вот, вот, вот он. Вот, это уже перепаянный, потому что выходной сгорел уже, вот. Как раз из-за высокого КСВ экспериментировал, я доэкспериментировался, я сжёг выходной транзистор. Такие дела. Вот что происходит. Но, тем не менее, удалось провести QSO 5.9 с Виталием из Купенска. Замечательно, замечательно. Вот, записываю в электронные логи. Вот. Купенск. 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 Ну что, пойдём дальше проводить новые QSO. Для всех на 80 метрах, всем на 80 метрах. Роман Третий, Павел Люба Николай. Р3 ПЛН. Для всех. Радио Третий, Павел Люба Николай. На приёме. Павел Люба Николай, Ульяна Василий Пять, Елена, Елена Щука. На приёме. Ульяна Василий Пять, Елена, Елена Щука. Оператор Алексей, Тульская область. Принимаю у вас 5.9 стабильно. Небольшие атмосферные помехи. Снежок у нас идёт. Как приняли? Приём. Владимир, я правильно разобрал приём? Да, да, да. Вот это Владимир Владимирович, на приёме. Да, принимаю у вас 5.9 хорошо, но что-то вот шумов многовато. Многовато шумов. Чуть выше уровня шума получается, разбираю. У Ульяна Василий Пять, Елена, Елена Щука. Для вас радио 3. Павел, Люба, Николай. Спасибо, что подошли. Спасибо, что подошли. Огромное спасибо. И 73. 73. Павел, Сука, наступать. Вам рабочее пожелание. До свидания. 73. Всего доброго. Ну, попробуем, но это очень далеко от резонанса. Радио 3. Павел, Люба, Николай. Не докричу. Что ж, а ты кого-нибудь слышал? Да, радио 3 еще. По-моему, радио 3. Там все было еще раз. Ага. Радио 3. Павел, Люба, Николай. На приёме. Где Павел, Люба, Николай? Радио 3. Павел, Люба, Николай. Радио Николай, Трещук. А я вам делал от. А то прозвучило. Да, Анатолий из Росоши. Прекрасно я вас принимаю. У меня просто антенна не в резонансе на частоту. Она у меня чуть-чуть повыше настроена. Но как-нибудь подстроюсь пониже диапазон. Принимаю вас 5.9 с плюсами. 5.9 с плюсами. Зовут меня Алексей. Тульская область. На приёме. Павел, Люба, Николай. Депропетровский. Ульяна Комаровская. Иссерина Сергея. Как принято? Приём. Да, Анатолий УТ-6ЕС. Я Р3 ПЛН. Слышу вас так же прекрасно. 5.9 без плюсов. Хорошая модуляция. Понял, что уходит к USB. Понял, к USB. Понял, принял. Как меня принимаете сейчас? Приём. Да, спасибо огромное за связь. Буду настраивать антенну 73 на группу. И самые добрые пожелания. Всего доброго. Всего доброго. У нас всегда так и получается. Когда зима начинается, это вот вопросы с антеннами. Я вам пожелаю удачи на этом показе. Мне нечего сказать. Вот так. Здравствуйте. Действительно, вот как опытные уже радиолюбители говорят. Да, у нас у всех проблемы зима. Как зима, так и всё. Так и сыпется у всех. У кого-то обледенело, там потаяло, водички налило, потом резко замёрзло, антенна потяжелела, растянулась. У кого-то там провалилось и так далее, и так далее. Ну вот, получается, получается. Вызывает Ульяна Тамара 6, Мария Антона Ульяна. Ульяна Тамара 6, Мария Анна Ульяна. Всем приём. Радио 3, Павел Люба Николай. Привет, Ульяна. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что это Иван. Привет. Да, Антон Харитон Иван. Секундочку, пожалуйста. Антон Харитон Иван. Радио 3, Павел Леонид Николай. Доброе утро. 5-9, Антрацит, Володя. Приём. Доброе утро, Владимир. Меня зовут Алексей, Тульская область. Принимаю вас 5-9 плюс 10 стабильно. Прекрасно принимаю. Как приняли? Как зовут имя? Алексей, Алексей. Алексей, да-да, я принял. Ну, сигнал висит, Алексей. Алексей, два сигнала принимай. Василий Васильевич, тебе и передай что дальше. Я практически не слышу его. Валерий. Валерий. Валерий, Алексей, товарищ. Алексей. 5-5, 5-6. Валерий, образцы, приём. Да, Валерий, я вас принимаю более-менее разбираемо. 5-7, 5-8. Где-то так. У меня на приём чуть-чуть получше, но тоже чуть выше шумов. Не более того. 5-7, 5-8. Как слышите? Валерий. Да-да. Алексей, чувствуете вас найти. Я слышу, приём. Ага, хорошо. Большое спасибо за QSO. Господа, на группу самые тёплые пожелания. И 73. Не буду отвлекать. 73. Да-да. До свидания, Лёш. До свидания. Хороший сигнал у тебя. Крепкого здоровья. Радио 3, Павел Леонид Николай. УТ-6, Мария Анна Ульяна. Пока-пока. Ну вот, рассвело. Значит, как устроена антенна. Мачта моя. Здесь тот самый дипль на FM диапазон. А вот это, так называемый спайдер. На самом деле, это граунд плейн. Никакой не спайдер. Спайдер выглядит по-другому. Это граунд плейн диапазона ADS-B. Ну, грубо говоря, 1100 МГц. 1100 МГц, в общем. Для самолетов. Вот. Ну, а самое-то главное. Вот оно. Веревочка. Вот она. Натянута. И пошла, 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 пошла антенна. Вот она. Вот так вот сделан изолятор. И вот подогнутые длинные плечи. Катушечка висит. Вот тут. Вот она. Пошел, 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 пошел. Над черешней. Вот над этой возвышается балун. И вот туда, на дерево заброшено. Сейчас попробую где-то найти. Я даже не понял. Я кидал ночью в темноте. Непонятно куда идет. Ага, вот. Куда-то вот туда, куда-то на ветке заброшено. Натянута. Да, совсем не натянута, я смотрю. Да, я подрасслабилась чуть-чуть. Ну, сейчас буду еще подтягивать, поднатягивать чуть-чуть. Можно будет выиграть еще пару метров. Ну, и, соответственно, вот она вниз спускается. И вот она, оттяжка. Просто замотана обратно за эту же черешню. Вот такая простая конструкция. Ну, соответственно, сейчас будем еще чуть-чуть поднимать. Чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть. Я вот смотрю. Если вот так высматривать. Вот балун, да. Вот он. Или это не он. А, балун выше даже. Во, вот он балун. А вот крыша дома. У меня потолки 3,50. То есть, получается, высота, ну, под 5 метров самого балуна. Это здорово. Это гораздо лучше, чем было. Но есть куда подтянуть. Так что поехали. Опускаем антенну. Чуть-чуть увеличиваем длину плечей длинных. Ну, на 80-ку. И, соответственно, соответственно, поднимаем обратно. Постараемся повыше поднять. Натяну. И, конечно, вот есть запас веревки. Вот он, она спускается. Тут валяется. Вот она. Вот. Можно чуть-чуть антенну туда дальше в дерево затолкать. Во всяком случае, на зимний период. Пока листвы и нет. Вот. Там вроде как метр три, наверное, даже получается еще. Вон веревка куда идет. Попробую натянуть. Ну, довольно проблематично. Шнур не просто плетеный, а шнур вязаный, как написано на этой... Ой, сыраюшку. Поджечь бы ее, блин. Сегодня крысу почти запинал ногами. Охренеть. Вот. Такие дела. Ну, ладно. Опускаем антенну. И поехали. Главное перчатки надеть. Руки уже подземки не мерзают. Дубачок. Дубачок. Приходится дыханием изоляцию отогревать. Вот. Такую вот изолятора я придумал. И все. И веревочка. Вот она пошла. Вот такой изолятор я сделал. И очень просто. Вот. Подстроечный конец. Через два отверстия. И обратно подгибаем. И прихватываем изоляцию. И все. И держится мертво. Не скользит. Вот. Добавил я, получается, вот на... Ну, на полпальца. Вот видно, да? Где было. Здесь вот. Это получается на 3,700 резонанс. Там 3,717. 5 сантиметров, считайте, добавил. Ну, на два пальца по ширине в перчатке. Вот так. Ой, зябко-то как. Прям зима наступила. Надо же. Все. И вот так обратно сейчас буду подворачивать. И изоляции прихватывать. Обратно. Вот такие дела. Ну, а тут можно просто выдернуть. Хрена. А если оно не должно двигаться? Синий изолятор. Захватываем. Захватываем. Даже прибором проверять. Нет смысла. Я прекрасно видел, насколько у меня резонанс уходил. Примерно представлял. В принципе, даже если попаду в самый низ диапазон, все равно оно как-то получается поинтереснее в плане связи. Там побольше народу сидит, нежели на 3700 с чем-то. 3660 какой-то. Где-то так, центр активности. 3660-3670. Изначально-то антенна на эту частоту и была рассчитана. Но я просто с запасом, вот, теперь под нее подгоняюсь. Вот зачем нужны вот эти построечные концы. Изначально она была вот тут. Очень низкая. Потом подтянул, попал выше. Теперь вот, возвращаемся назад. Так, ну, это пособие крепить смысла нет. Чуть-чуть перехватить. Ну что, тянем наверх. Самое интересное. Субтитры сделал DimaTorzok. Отдал я метр-два. Ну да, нет, полтора наверно. Пусть все сейчас подтянем, посмотрим, как она там будет. Если что, обратно всегда можно. А вот и весь фидор кончился. Я метр-два отрезал, чтобы прибор сделать. А фидор весь закончился. Почти. Хорошо, если так. Сейчас я тут узелочек небольшой распутаю. Тут у меня чуть-чуть. Чуть-чуть. Метр, наверное. Это оптическая иллюзия. На самом деле, оп. Вровень. Вровень с опорой. Я вот так смотрю. Вот издалека. Вровень с высотой опоры. Можно, в принципе, замерять. Вот. И, соответственно, вот. Насколько выше находится верхняя часть. Вот так. Ну, все, идем проверять. С ними я уже проводил связь. 28 ноября. Radio 3, Papa, Lima, November. Радио 3, Lima, Papa, November. Доброе утро. Спасибо за просмотр моего звонка. Вы 29 лет в Баске стране. В Алаба. Радио 3, Lima, Papa, November. Это ЭКО, ХОТЕЛ 2. ЭКО, УНИФОМ, СИЕРА. Овер. ЭКО, ХОТЕЛ 2. ЭКО, УНИФОМ, СИЕРА. Мой звонок. Радио 3, Papa, Lima, November. АЛЕКС, ТУЛАСТАТЬ, РОССИА. ОВЕР. Радио 3, ПАПА, ЛИМ, ГАННО, МОНО, ГУДИА. МОНИФОМЕНТИЯ. 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 ОКИ, НОВЕР. УМИФОМЕНТИЯ. Спасибо за просмотр QSO, больше информации на этот специальный курс и QR3.com 73. Да, хорошо, спасибо, я слышу о 5.9, 5.9, нет QSB, и очень хорошо, и сильный сигнал, полностью читательный. Спасибо за QSO и 73. И я сразу смотрю, вот, это спецпозывной, какой-то там 3159 километров, ну нормально так для начала, International BESC, вот он говорит, it's a BESC country, Испания. Такие дела, а до этого был QSO с ними, вот, уже был, 28 числа, отлично, с ними связался. Вот, ну, запишу себе 5.9, ну и им тоже, соответственно. Такие вот пироги, продолжаем разговор. В общем, поперла, поперла, хорошо поперла двадцаточка, всё ништяк. 0.59, Сиаро Виктор, Сюгар 5, 9, Сюгар Виктор, Сики, Сики, 20, 0.59, Сиаро Виктор. Radio 3, Папа, Лима, Новымба. Radio 3, Папа, Лима, Новымба, 0.59, Сиаро Виктор, Глмоне 59, Юри Путин, Словения. Yes, hello to Slovenia, hello, Винко, you got 59 with a little plus, maybe plus 5, maybe plus 10. My name is Alex, I am in Tula State, Russia, over. Roger, Alex, thanks for this report, you are also very strong in Slovenia. Can you give me please your RDA number? My RDA is TL32. Second, second, Tango Lima 32. Tula, Lima 32, over. Roger, Alex, many thanks, Tango Lima 32. All the best from Slovenia, and I hope to see you next time. Bye-bye. Goodbye, 73, 73. Oh, от Slovenia, зашибись. R6, R6 Deer. Станция Андрюки, чё-то там 1118 километров. Russian Robinson's Club. Горы для всех, Клуб Арктика. Radio 3, Павел, Люба, Николай. Так, несколько станций, всем отвечу, всем отвечу. Ждём. Радио 3, Павел, Люба, Николай. Радио 3, Павел, Люба, Николай, спасибо, добрый день. 59+, Сергей. Добрый день, Сергей. Также 5-9 без плюса. Прекрасно принимаю вас. Алексей, Тульская область. Алексей, спасибо, спасибо, принято в логе. Всего доброго, Тверзет. Достаточно много интересных активностей постоянно проходят. Вот всякие юбилейные программы. Видите, много народ налетает. Непрерывно отвечает. Охотники с дипломами, всё такое, это действительно интересно. Всего доброго, всего доброго, 73. А всё-таки с плюсом принимаю. 7 дней активности, 7 дней активности. Плюс 10, ну ладно. Пойдём слушать дальше. Янки, Оскар, Танго, Альфа. Вау, 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 Дельта, Браво, Зиро, вау. Янки, Оскар, Танго, Альфа. А, ДБ-9, Йота. Йота. Очень смешно. ДБ-0, Йота. Янгстерс ОН. Смотрите тоже, вот. Фотографии. С ними я не связывался, но слышал. Вот. Дельта Браво. Во, даёт. Вот эта скорость. Выдали, выдали. Попробуем быстро сработать сейчас. Это у меня ещё и киневатор включен. Радио 3, Папа Лима, Новемба. Альфа и Орле. Диви, Виктор. Попробуем на Папа Лима, Нармага, Голермания, Вистово. Сигарафа 580, Ви, 59 Роджерс. Роджерс 59Р, Попробуемge. Фу 73, Делта Браво, Зиро, Ви, Оскар, Танго, Альфа. Дельта, Роджерс 7 кг, Голф. Вау, да. Дельта Роджерс 7 кг, Голф. Дельта, Роджерс 7 кг, Голф. Дельта, Роджерс 7 кг, Голф. Глета, Роджерс 7 кг, Голф. О, по-немецки хреначит А они, собственно, да, они в Германии, R-150C, Германия Radio 3, Папа Лима, Новэмба Да, блин, не доорёшься Radio 3, Папа Лима, Новэмба Radio 3, Папа Лима, Новэмба Папа Лима, Новэмба 59, QSL, 73 Вот, я куда-то вписался, я не понял куда Но очень прикольно, очень быстро работает, ребята Ну, видимо, какая-то программа у них там весёлая Там, наверное, имя прописано Youngsters On, в смысле, типа, типа, школота в эфире, типа того Вот, и положение QTH прописано как Да, молодёжь есть в эфире Ну, в смысле, да, есть молодёжь в любительском радио Ну, вот такие вот пироги Я не шучу, я не шучу, вот, пожалуйста Вот, это прям вот как оно есть Вот они, они Delta Bravo Zero и, как там, Yankee Oscar Tango Alpha Или как он там говорит Вот они, они Я не шучу, вот, вот, то, что есть С ними, получается, не работал Ну, вот, добавляю к ESO Всё прям вот на ваших глазах, скажем так Такие дела Продолжаем веселиться Прекрасно, как видите, проходит сигнал, да 2004 километра от меня, получается Ну, не от меня, а от моего текущего QTH Вот, но здорово, здорово Прописываем это дело в логе И идём дальше, ловить всякую интересную фигню На 2000 километров Причём, видите, сигнал, насколько мощно проходит Да, но это я предусилитель ещё включил А с аттенуатором он хорошо тоже проходит, погибли Пойдём искать куда-нибудь ещё Слышу кто-то, да, вот Мельсон, Фигуэрис Гирона, Испания 2839 километров Попробуем связаться Какая у него фоточка Надо будет вставить её Радио 3, папа, Лима, НОВЕМБЕ 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 Радио 3, мя, Браво, Виктория Белый желудок, и от России с любовью, stay healthy, 73 Киратал, 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 thank you so much, my friend, and I hope to catch you again soon, 73, stay safe Thank you, Sierra 521, папа, Майк, Чарли Киратал, 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 thank you so much, my friend, and I hope to catch you again soon, 73, stay safe С-521, ПМЦ, Словения Словенский радиоклуб Расстояние Тоже неплохо Попробуем Радио 3, папа, Лима, НОВЕМБЕ Радио 3, папа, Лима, НОВЕМБЕ ГОДМОНИЙ, 5 и 9 ГОДМОНИЙ, БЕСТ ВИШЕСЬ ТВ СЛОВЕНИЯ, РОМ РОССИЯ МАЙ НАМЕЙ АЛЕКС, ЕЩЕ СИГНАЛ ИС 59, ВИЗЛИЛ БИТ ПЛУСС, КЮСЛ ТЕКЮ, СЕРА 5, 2, 1, папа, Майк, Чарли Вот так ТЕКЮ, СЕРА 5, 2, 1, Майк, ДЕЛТА, ДЕЛТА, ГОДМОНИЙ, 5 и 9 Видимо, какие-то дипломные программы идут, поэтому довольно быстро работают Ух ты Так Ещё раз Жень, Чичина? Жень, Чичина 20000 км Поехали Сработаем Виацки 3 ВИКТОРИЯ, ЕЩЕ Радио 3 Папа Лима НОВЕМБА Здравствуйте, 59, также с плюсами, Алексей, Тульская область 59, 59, QSL По-русски даже ответили, вот так Лойс Скопье Владимир Босния-Герцаковина Радио 3 Папа Лима НОВЕМБА Радио 3 Папа Лима НОВЕМБА Радио 3 Папа Лима НОВЕМБА, you're five, nine, QSL QSL, 59, 59, without pluses My name is Alex, Tula State, Russia, over Best wishes to Skopje and 73 Rší cardiothe, Rigeroy Gareman, you're five, nine, QSL No, not buts Sirgey, I need complete А пока, Георгий. Всего доброго. Кто ещё был в радио Серёжи, Дима, Тамара? Радио 3. Павел, Люба, Николай. Люба, Люба, знак. Добрый день. Приветствую. Ещё станция была. Павел, Люба, по-моему, сейчас отвечу. О, ждём. Паш, так и называется. Хутор-пирожок, да? Хутор-пирожок, чё, серьёзно? Ха-ха-ха, класс. Вкусный хутор, наверное. Дон 6, Савау, Ик, 49 СЗТ. Паш, до плюс 10 и качает станцию до 8 баллов. Ну, громко. Так, Павел, Люба, по-моему, или что-то Павел с позывном, например? Радио 3. Павел, Люба, Николай. Радио 3. Павел, Люба, Николай. На приёме. Да, вот сейчас нормально. А то просишь одного, включаются другие. Радио 3. Павел, Люба, Николай. Добрый день. Приветствую. Громко. Пятёрка, девятка. Сергей звать в городе Орске, например. Да, здравствуйте, Сергей. Буквально три дня назад с вами связывались. Всё по-прежнему у меня в мёртвой зоне для антенны. Но сегодня получше. Вас принимаю уже без предусилителя. На приёме 5.9 получается отлично, стабильно, хорошо, звонко, чётко. Алексей, Тульская область. Прием. Да, Алексей. Что-то у вас где-то вы там из загашника вещали, да? Не совсем. Из мёртвой зоны. Антенна направлена на 90 градусов, а ваш азимут 93, Диполь. Вот. Но я его немножко тут наклон увеличил, и, соответственно, как-то вот прохождение стало поинтереснее, поинтереснее. Вас как-то чётко стало прям вообще хорошо слышно, как будто рядом. На приёме. Да, ну, Диполь, Диполь. Как бы лучше, я в тот раз тебе не сказал, как бы его не наклонить. Да, немножечко получается, как бы всё-таки обстрел, да? Угу. По определённым градусам. Да. Но как-то его не крути, это всё-таки Диполь, Лёш, например. Да, я согласен, согласен. Я это уже стал замечать. Я вот и европейцев слышу вокруг себя со всех сторон. Вот. Всю Европу сейчас уже практически обошёл. Вот только Северную Европу никак не могу поймать. Всяких там норвежцев, шведов и так далее не получается. А вот почему-то вот юг, центр Европы, Украина прекрасно идёт. Краснодар вообще великолепно слышу. Вот. И получается вот до Урала достреливаю без проблем. Поразительно. А Север почему-то вот как-то не берётся у меня. Хотя пробовал с Челябинском связаться сегодня. не особо меня услышали на приёме. Да, ну, Челябинский, как бы Север, то он тут недалеко от нас, поэтому... Поэтому Север, он сам по себе проходит не так шикарно в эфире, чем нежели вот все остальные районы. Вот, вы заметьте, что сколько Севера там есть станции, да, но такой шикарной работы с ним нету. Наш один корреспондент, сам на Севере работает и по-моему сейчас уже живёт. Не помню, как его позвонили в эфире, как мы с вами старались перетекаться. Не всегда Фёдор зовут его. Но... Всё нормально. Отвезает он там сколько-то километров от своего китэча. Да, всё связано, всё нормально. Ну, как только на своём китэче. Я его зову. Я его зову иногда, хотя я знаю прекрасно, что у меня в Турбуте, в Нижневартовске слышно всё хорошо. Ну, это я про Семёрку говорил, там про Восемидесятку. Я его зову по десять раз, чтобы, ну, делать КИУСО и, как бы, зачёт отправить. Вот такие есть аномальные зоны. То есть помимо того, что мы это как бы... Ну, пустая зона, что не куска металла, там же болото, песок. И вот он где-то там провалился в какие-то пески, видать, поищу. И ничего, бесполезно, никак не признаёшься. Поэтому с Севером тут немножко, Лёш, проблемы, будем так говорить. Ну, а Диполь, он и в Африке Диполь. Поэтому мне тут товарищ как-то говорит, «О, слушай, а если я туда этот лучи направлю?» «А если я туда лучи отправлю?» Я говорю, да успокойся ты, это же Диполь. Да хоть ты куда лучи направлю? Ну, поучи-то там, а не зеркорку ты там целых не заметишь даже. Вот. Ну, и в Африке Диполь он останется. Ладно, Лёша, рад, что подошёл. Поздоровлю. Что были так вещи? А так ничего, успехов и здоровечка. Р3 ПЛ, Люба Николаев, Р9, Серёжа Дима Тамара. Да, Р9, Р9, Серёжа Дима Тамара, Р3 ПЛН. Да, да, принято всё прекрасно, полностью отлично. Весь монолог разбирался и читался с отличным сигналом. Да, на счёт Диполя я полностью, пожалуй, соглашусь. Особенно на таких вот, на высоких диапазонах, типа двадцатки. Вот, собственно, мы об этом с вами говорили три дня назад. Вот, типа двадцатки. Соглашусь, что да, в принципе, особой разницы, куда его направить, нет. Потому что, ну, вещает он по большому счёту, ну, практически во все стороны. А по осям, ну, чёрт его знает. Вот, а там отразится от чего-нибудь, в конце концов. И всё равно куда-то да кому-то прилетит. Тут я согласен. А по поводу северов. У меня, в принципе, супруга сама из Верхояния. Вот, то есть, вообще Якутия, да, север, Верхоянск. Вот. Получается, там очень много дизельных электростанций. Может быть, ещё и за это. То есть, такие сами по себе не особо-то качественные электричества. И плюс помехи бешеные. Это ж дизель всё-таки, как ни крути. Вот. Ну, и плюс там очень много радиолокаций. Вот эти все эти военные. Там, может быть, давят там. Ну, вот, вот. Было на QRZ.ru где-то же было сообщение, что вот наши там полярники... Ну, в смысле, полярные наши войска, РВСН или кто-то там ещё испытывали, типа, подавление КВ-диапазонов. Ну, может, в этом тоже прикол. Может, они как-то там маскируют свои наши общие ракеты. Как-то так. Ну, спасибо за QSO, Сергей. Спасибо ещё раз. Алексей, тёплое. Всего доброго. Да, Лёша, ты, Павел Люба Николаев, ради Серёжи Диматова. Ну, да, тут подискуссировать можно, конечно. У нас тут тоже в 30 километрах поставили локатор. Шикарный локатор. Не знаю, нету пока поворотов на эту антенну. Я так бы резко развернул посмотреть соотношение шума по поводу этого локатора. Ну, иногда бывает, ребята говорят, что всё-таки какие-то ощущения оттуда трут. Хотя, сказали, частоты не наши и т.д. и т.п. Ну, представь, девятиэтажка там, несколько подъездов, подъездов шесть-восемь, да. Представь, она там стоит, там такая махина. Страшно подумать, что она излучает. Ладно, Лёша, давай покажем. Всем доброго. Стрел, слышу, минутку. Вот. Именно и об этом человеке я говорил в начале ролика. Ну, полторы тысячи километров в Орск направление. Девяносто три километра. Вот. Даже картинку нарисовал. Вот. Сейчас добавлю картинку вам, собственно, фотографию самого Сергея. Вот. Я надеюсь, он будет не против. Вот. То есть, тут такая вот фигня. Приятные люди, с которыми интересно поболтать обо всём. Вот. Прекрасно проходит сигнал. И вот, в плане того, что как-то заморачиваться строительством Антен, каких-то прям бешеных, там, супер-пупер направленных. Ну, да. Это, безусловно, даст свой результат. Но, вот, как сказал Сергей, верёвка, она и в Африке верёвка. Вот. Ты как-то её не крути, она остаётся верёвкой. И всё равно она будет вещать везде, всюду и так далее. И диаграмма направленности, ну, это только в очень идеальном случае. В любом случае, это будет бублик, надетый на этот самый дипль. Вот. А в реальной жизни это всё равно будет просто какая-то дикая колбасня. И всё равно будет вещать во все стороны. Никогда не угадаешь, откуда, куда прилететь. Да ещё и с прохождениями, со всеми этими переотражениями. Вот. А то ли через всю планету, то ли ещё куда-то. Ну, вот, как-то так. Как-то так. Отлично. Отлично. Я практически счастлив. Ну, вот так вот, продуктивненько получилось это видео снять. Хорошо. Хорошо. Я очень доволен получившейся частотой. Ну, можно ещё поиграться. Там также ещё вот на два пальца отодвинуть. Там увеличить чуть-чуть. Восьмидесятые, ну, скажем так, восьмидесятые плечи. То есть, внешние огрызки полотна. На двадцатке вы слышали всё сами. Там до трёх тысяч, по-моему, и даже больше. Ну, вы всё слышали сами. Вот. Всё просто... Осталось только на сороковку антенну замутить. То, как и должен быть построен изначально траповый дипуль. То есть, там, 20-40-80. Иногда делают, там, 10-20-40. Кстати, по размеру он получился бы примерно такой же. 10-20-40. Но на сороковке узкий резонанс очень будет. Не хочу. Не хочу. Хочется тоже его удлинить. Но без какой-то промежуточной полезной частоты. То есть, скажем, делать точно такой же дипуль. Вот даже, наверное, в размеры те же самые можно подогнать. И, кстати, будет поэффективнее на сороковке. При такой же. Вот. Потому что полноразмерный дипуль на сороковку – это 20. Если взять потолще провод, там, 4 миллиметра, например, там, коэффициент укорочения уже так вот уменьшается и, соответственно… Ну, то есть, уходит от единички. Получается там, соответственно, поширокополоснее будет. Вот. И там где-то там до 19 метров его можно сократить. Но он все равно не влезет у меня вот сюда. Вот. Поэтому в любом случае нужно будет укорачивать. Ну, там будет не такая большая индуктивность. Там нужно будет намотать, ну, на той же трубе. Там, может быть, 40. Ну, о чем я говорю. Вы предыдущее видео смотрели. Знаете, как это делается. Можно посмотреть, рассчитать. Вот так, несложно посмотреть параметры удлиняющих катушек и расчет их. Все описано было в журнале радио и ничего такого в этом сложного нет. Вы сами все видели. Ну, и, соответственно, видели, как происходит работа в эфире. Это довольно интересно. Это… Ну, блин, это новые впечатления, в конце концов. Поговорил вот с Боснией, как будто сам на побережье Черного моря оказался. Или там говорил с Словенией. Словенией? Вот. С Испанией связался, да. И тут же резко перескочил на Урал. Блин, прям вот… Ну, многие-многие тысячи километров прям охвачены. Это круто. Круто. Я… Блин. Ну, а что еще можно говорить, если исполняется мечта детства? Хе-хе-хе-хе. На этом, пожалуй, все. Ролик получился долгим. Но, на самом деле, ролик, который был снят раньше, он получился бы еще больше. Поэтому я без зазрения совести его удалил. Вот. Постарался как-то сжать, скомпоновать это все. Вот. То есть, у меня все это заняло, на самом деле, сутки. Я вот сутки практически снимал. Отснято было больше 100 гигабайт материал. Вот. И сжато это все для вас меньше, чем в час. Ну, если я не ошибаюсь. Примерно. Вот. Надеюсь, вам было интересно. И, соответственно, давайте как-то это направление развивать. Спрашивайте, пишите комментарии. Там, задавайте какие-то вопросы. Постараюсь на них ответить. На этом, действительно, все. Что? Если появятся какие-то интересные рассказы. А, они появятся. Они появятся. Вот. Опять же. Возвращаясь к QRPixi. QRPixi. Ямбический ключик из блока питания на Arduino Nano. Вот. Оно все. Вот. Это, конечно, прототип. Букея 1.0. Прототип спаянного бога. Зато залудилась хорошо. Вот. Я его уменьшу еще и подумаю, как можно соорудить половчей как-то это все. Вообще предполагалось, что оно будет все в одном корпусе. А, впрочем, о чем это я? Об этом я лучше расскажу в отдельном видео. Ну, а на данный момент сказать больше ничего не имею. Как там говорят в Тульском радиоклубе. До встречи в эфире и на земле. С вами был Бутылкус. Пока.